Здравствуйте! Сегодня мы посмотрим с вами, как решать линейное уравнение пропорции. Это уже более сложный вариант, простые я показывала в другом видео. Итак, для того, чтобы решить пропорции, надо провести линии, соединяющие крестиком. Числитель с противоположным знаменателем. Итак, теперь мы начнем с вами умножать по этому кресту. y стрелка ведет куда? На 5. Значит, y умножить на 5. Равняется. Четверка мы будем умножать на 3 минус 2y. Перемножаем. y умножить на 5. Это 5y. Равняется. 4х3. 12. Дальше идет знак минус. И теперь 4 умножаем на 2y. Получаем 8y. С y перенесем в одну сторону. Без y оставим в другой. 5y как стояло, так и стоит. Минус 8y перейдет в противоположную сторону со знаком плюс 8y и равняется 12. 5y плюс 8y это 13y. Равняется 12. Далее надо найти y. Чтобы найти y, надо 12 поделить на 13. Поскольку 12 на 13 не делится, то мы получаем дробь 12 тринадцатых. Давайте мы с вами рассмотрим еще один пример. Итак, 5x минус 3 деленное на 6 равняется 2x минус 1 деленное на 2. Итак, точно так же проводим крестик. Получаем 2 мы умножаем на 5x минус 3. То есть, знаменатель второй дроби умножаем на числитель первый. Равняется 6 умножаем на скобку 2x минус 1. Раскрываем скобку 2 умножить на 5x это 10x минус 2 умножить на 3 это 6. 12x равняется 6 умножить на 2x это 12x минус 6 умножить на 1 это 6. С иксами в одну сторону, без иксов в другую сторону. Что стояло, то и стоит 10x. 12x перейдет в эту сторону со знаком противоположным. То есть, минус 12x. Равняется. Минус 6 как стояло, так и стоит. Аж минус 6 с этой стороны перейдет в противоположную сторону со знаком плюс. Далее, начинаем считать. 10x отнять 12x будет минус 2x. Равняется. Минус 6 плюс 6 это 0. Далее, мы находим x. Значит, 0 мы делим на минус 2. Отсюда x равен 0. Ну, некоторые говорят, а для чего делать это действие? И так видно, что x нулевой. Только умножив число на 0, мы получим 0. Да, вот через эту строчку можно прыгать, написать вот этот ответ сразу. Теперь обратите внимание, что проще это уравнение решать не пропорции. Проще просто домножить сюда на тройку и решить его другим способом. Ну, для того, кому легче пропорция, это тоже неплохой способ. Спасибо за внимание.